Всем привет! В эфире Дети Большого Толка. Программа с интересными фактами, яркими сюжетами, путешествиями. Весь мир от Барнаула, Алтайского края до просторов космоса. На самом деле поверхность планеты Земля не является Землей. Большая часть, 70%, это вода. Когда впервые люди посмотрели на Землю из космоса, именно тогда она получила свое второе имя – Голубая планета. Вот так выглядит Барнаул с Международной космической станции. Представляете, какой зум? Это фото сделал космонавт Сергей Рязанцев и написал, из Барнаула удобно отправляться по красотам Алтая. А еще это один из немногих городов, где установлен памятник Виктору Цою. Кстати, знаете, кто снял первые фото из космоса? Наш земляк – Герман Степанович Титов. Если Юрий Гагарин был первым, кто увидел Землю из космоса, то благодаря Герману Титову все люди смогли увидеть, как выглядит наша Земля. Если собрать все железо, которое содержится в организме человека, то получится лишь маленький винтик для часов. Зачем человеку железо? Почему мы не магнитимся? Об этом следующий сюжет. Железный век остался далеко позади в нашей истории, но именно благодаря железу и умению его обрабатывать, люди сумели построить современную цивилизацию. Когда люди только научились добывать железо и обрабатывать его, оно стоило дороже золота. Многие сплавы, которые используются в промышленности, содержат в себе процент железа. Этот металл так широко распространен, но при этом так важен, что невозможно представить мир без него. Да что там говорить, оно есть даже в нашей крови, и мы без него просто не смогли бы жить. Наша кровь имеет красный цвет только благодаря железу, которое входит в состав красных кровяных телец. Именно они переносят кислород. Поэтому железо жизненно необходимо человеку. Без него невозможно переносить кислород по организму. В каких продуктах содержится больше всего железа? В мясе, гранатах, яблоках и шоколаде. Поэтому принимайте железо всерьез. Вы умеете рисовать розы? А горы, море, милых котиков? В нашей программе есть замечательная рубрика и рецепт шедевра. В ней известные профессиональные художники учат рисовать. Смотрите и присоединяйтесь. Сегодня мы напишем картину маслом. Это будет необычный кот. А еще мы познакомимся с новым интересным стилем. Под названием импрессионизм. Урок живописи для нас проведет барнаульская художница Марина Аджинян. Марина Аджинян – барнаульская художница. Свободно говорит на армянском, грузинском и русском языках. Детство провела в Грузии. Марина много лет посвятила живописи. Окончила институт культуры. Трудилась дизайнером текстиля на фабрике. Придумывала принты для детской одежды. Художница работает в разных стилях и техниках. Пишет картины маслом и акриловыми красками. Расписывает стены, одежду и елочные игрушки. Марина Аджинян – участник нескольких выставок в Барнауле, в том числе персональных. Преподает живопись для детей и взрослых. Здравствуйте, дети! Я очень рада вас видеть. Мы сегодня будем рисовать котика. Берем карандаш в руки и приступаем к рисованию. Располагаем кота почти по центру. Рисуем большой круг и стараемся симметрично изобразить глаза, уши, брови. Затем нанесем широкой кисточкой растворитель на холст, чтобы масляная краска легко и ровно ложилась. Наносим мазки на холст широкой кистью. Используем максимально сочные краски легко и быстро, почти не раздумывая. Такова особенность импрессионизма. Импрессионизм означает впечатление. Впечатление от человека, пейзажа или от животного. В нашем случае – кота. Мы не стараемся сделать изображение реалистичным, максимально похожим. Наоборот, мы придаем ему настроение и характер яркими красками, широкими мазками. Чем больше оттенков темного и светлого добавим, тем живее фон. Чем больше цвета на мордочке кота, тем объемнее его характер. Здесь не может быть двух одинаковых работ. Ведь автор пишет свое настроение, свое видение. Пишет немного себя. У каждого участника свой котик. Мы все молодцы. До новых встреч. Бай-бай. Во время полного солнечного затмения лунный диск точно совпадает с солнечным и закрывает его практически полностью. Это происходит из-за удивительного совпадения. Солнце в 400 раз больше луны, но и расстояние до солнца в 400 раз дальше, чем до луны. Поэтому нам кажется, что луна и солнце одинаковые. Знаете, сколько человек начинает утро с кофе? Больше половины жителей Земли. Что ж, это достойный повод сделать сюжет о кофе, собрать интересные и удивительные факты. Половина людей начинает свое утро с кофе. Сколько это чашек? Полмиллиарда в год. Кофе делает нас умнее. Это доказали ученые. Кофе сделан из ягод, которые похожи на вишню. При приготовлении их жарят и сушат от двух до десяти дней. Так получаются кофейные зерна, из которых варят наши любимые напитки. Но чтобы не было обидно любителям чая, расскажем мы об этом напитке. Ведь он не менее достоин внимания. Чай – второй по популярности напиток в мире после воды. И у него богатая история. Чай обнаружили в Китае пять тысяч лет тому назад. Сейчас это один из самых популярных напитков на Земле. Только представьте, в мире существует полторы тысячи сортов чая. Чай может взбодрить или наоборот успокоить. Согреть в холод и освежить в жару. Да и вкус у него может быть совершенно разный. В зависимости от сорта, технологии обработки и способа приготовления. Чай собирают вручную. Обрывая не все листья, а лишь несколько самых молодых и сочных листочков. С частью стебелька, на котором они укреплены. И так называемую почку или типс. Нераспустившийся листок на кончике побега. Кстати, зеленый и черный чай собирают с одного и того же куста. Так что эти чаи – братья-близнецы. Почему же они так отличаются друг от друга на вкус и цвет? Потому что их по-разному заготавливают. Черный чай сушат, а зеленый – вялят. А вы любите чай? 20 января в мире отмечают экологический праздник в честь одной из самых удивительных птиц в мире. День осведомленности о пингвинах. Цель этого праздника – сохранить численность и места обитания этих удивительных нелетающих птиц. Что же мы знаем о пингвинах? Что они ходят пешком, а не летают. Что их крылья превратились в ласты. Удивительно, но пингвины могут пить соленую морскую воду и превращать ее в пресную. А еще скопление этих птиц видно даже из космоса. Вы задумывались когда-нибудь, как видят мир рыбы всего на несколько метров вперед? Все потому, что вода не очень прозрачная и большего не нужно. В прозрачной воде четкость зрения рыб не превышает двух метров. Сколько раз услышали от бабушек мам, что нужно есть лук, что он полезный, но дети его все равно не очень-то любят. А как убедить детей? Есть лук – об этом наш сегодняшний опрос. Как заставить детей есть лук? Варить супы с луком. Ребенок уже привыкнет. Так с рождения надо. Нужно им с рождения давать. Говори, что ты от лука станешь лучше, чем если не будешь его есть. Посыпать его сахаром. Сказать, от лука ты будешь суперчеловеком. Или сказать, кого они любят персонажей из мультика, и они будут его есть. Надо рассказать о их свойствах, делать супы из лука и рассказать, почему все любят лук. В январе отмечается день ледовара. Ледовар – сложная и нужная профессия. Без этого специалиста невозможно проведение ни одного соревнования или выступления на льду. О секретах ровного льда смотрите наш сюжет. Ни один хоккейный матч или выступление по фигурному катанию невозможны без идеально острых коньков и ровного льда. Так вот, идеальный лед создают ледовары. Эта профессия названа так потому, что лед на самом деле варят. Его заливают не холодной, а очень горячей водой – около 80 градусов. Специальный ледовый комбайн называется ресурфейсером. Ресурфейсер срезает верхний рыхлый слой льда, собирает его, заливает новый и выравнивает. Делать такую процедуру нужно каждый час, ведь морозильная установка под катком работает круглосуточно. Работа ледовара очень важна. Ровный лед спасает от травм хоккеистов и фигуристов, позволяет им двигаться на льду легко и радовать зрителей и болельщиков. 29 января отмечается Всемирный день без интернета. Это день, когда можно отодвинуть компьютер и отложить телефон. И проверить, насколько же ты интересен сам себе. Чем же заняться вот этот день без интернета? Можно гулять, ходить в гости, приготовить еду, почитать книги и очень-очень много всего успеть. Вы знаете, как изучают науку дети в Барнаугле? В детском экологическом центре школьники выращивают редкие растения. Здесь каждый год собирают урожай редких красных бананов, а еще папайи, красного чая, жасмина и других экзотических растений. Как выглядела наша планета много тысяч лет назад, когда на ней еще не было людей? Этого никто не видел. Но сегодня мы можем прикоснуться к зеленой истории нашей планеты. Эти необычные растения, араукарии, помнят даже динозавров. Давайте познакомимся с другими растениями земного шара. Например, здесь очень много различных видов папоротника, а еще фикусов. Из этого сорта добывают натуральную резину. Это каучуковый фикус. Жуткие поверья связаны с монстерой. Моряки верили, что это растение настоящий монстр. Оно хватает лианами человека и высасывает из него жизнь. А все потому, что они находили скелеты, опутанные лианами. Урожай бананов здесь собирают каждый год. Это растение достигает 4 метров. Бананы растут не на деревьях, это высокая трава. Вы видели когда-нибудь кактусы выше человеческого роста? За моей спиной опунция. Смотрите, какая высокая. Родом из Мексики. У кого дома есть кактусы, те знают, что они цветут. Сейчас у нас есть редкая возможность увидеть, как цветет опунция. Кстати, она приносит съедобные плоды. Вот так выглядят плоды. Они тоже в иголках, поэтому собирать их – то еще удовольствие. Но растения опунция так много значит для мексиканцев, что этот кактус изображен даже на гербе страны. Из агавы делают очень вкусный сироп. Агава цветет только один раз в жизни, перед своей гибелью. Это дерево называется фейхоа. Наверняка вы пробовали такой напиток. Кстати, его цветы съедобные и сладкие. Перед нами король запахов – жасмин. Аромат вот этих крохотных белых цветов на всю оранжерею. Жасмин часто добавляют к зеленому чаю. А еще из него создают духи. Есть черный чай – зеленый, белый. А есть красный чай – конкаде. Его делают из этих конкаде. Скоро можно будет собирать плоды папайи. Это ягода. По вкусу она напоминает дыню с нотками огурца. А при запекании дает аромат горячего хлеба. Из листьев папайи изготавливают чай. А из ствола – веревки и канаты. И это еще мы не рассказали вам про лаймы, лимоны, ананасы и кофе. Но самое интересное, что каждый здесь, в детском экологическом центре, может вырастить свои редкие растения и плоды. Знаете, сколько профессий в мире? Около сорока тысяч. Среди них есть запаховед, плаканщик, писатель предсказаний для печенек. Мир меняется, и каждый год появляются новые профессии. А старые исчезают. Но не все. На сегодня это все. Но наша редакция уже работает над новым выпуском. В нем мы побываем на ферме Шиншилл, научимся играть в терлинг и побываем в гостях у художницы, которая пишет портреты в обмен на смешные истории. Мы желаем вам отличного настроения и такой же учебы, успехов и рецептов к ним. Занимайтесь спортом, учитесь рисовать и готовить вкусняшки. Угощайте близких, дарите им радость. А еще мы желаем всем быть счастливыми. Хорошей погоды и только хороших новостей. Пока-пока. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok